Не раз уже говорилось, писалось на сайте, многие слышали, а те, кто не слышали, сейчас узнают. Буквы нашего языка, язык он небесный. Мы говорим иврит, потому что наш народ называется, еврей называется иври, один из названий евреев иврит. Так иврит это язык, на котором говорят евреи. Говорят, пишут, читают и прочее, думают. Это иврит. И он небесный, поскольку Творец дал Тору в мир и написал ее на иврите. Так иврит стал небесный язык. Есть много задач перед нами, когда мы учим Тору. Много. И это не моя задача собой не все объяснить. Но есть то, о чем вы спросили. Каждая буква нашего языка имеет числовое значение. Вначале все просто. Первая буква алфавита, алфавит, значение один. Вторая буква бет, значение бет. Два. А вот, допустим, слово, буква ламет, есть такая буква ламет, это 30. Так что, вы видите, 30. Слово цади, буква цади, мы произносим как слово, но это буква. Буква цади 90. Или буква рэш, 200. И последняя буква тав, 400. Это вот если просто обычным образом переписать алфавит, то мы дойдем от единицы до 400. Есть еще нюансы, я не буду этого говорить. Это нам не нужно. Это дает возможность составить потом сумму букв этого слова, какого-то слова, и узнать. Называется гематрия. Узнать числовое значение. Иногда это полезно, иногда, не всегда. Если мы сравниваем два слова, и гематрия оказывается одинаковая. Поскольку ничего не бывает случайно, то можно представиться, что есть связь между двумя словами. Я очень рекомендую играть в эти игры, ничего хорошего не выйдет, будет путаница. Только то, где наши учителя назвали и сказали сравнение, то хорошо. Но, во всяком случае, что-то есть. Итак, вооружившись такими знаниями, я упомянул букву ламет 30, букву цаде 90. Значит, слово цель, тень, тень, цель. Какое будет значение? Цаде 90, ламет 30, это вот 120. Значит, вот слово цель. Цель не русское, еврейское слово. Цель, тень. Цель это тень. Имеет значение 120. Вот. И так все слова. Но теперь переходим к вашему вопросу. Иногда нас особо интересует, какое может быть, не только числовое значение слова, которое пишется буквой, у меня буквы это числа, сложили числа и получили значение. А если посмотреть на это слово, как на сильное объединение вот этих букв, как на нечто новое качество, знаете, из количества качества получается. Вот мы, например, слово цель определили, что 120, но если смотреть на слово цель, как на нечто единое, вот взят в единый кулак эти две буквы, вы должны добавить, чтобы показать, что мы единственная такая уникальность, хотим понять, добавляем единицу, потому что все это, цель рассматриваем, как некая единица. И любое слово, так я уже совершенно случайно, почти не думая, выбрал пример. То есть любое слово имеет числовое значение, но если мы хотим лучше понять уникальность этого слова, его особенность, нужно эти все буквы объединить в эту уникальность, то есть добавить единицу. Вот почему добавляется единица, а не 5, и не 100, и не 25. Это, наверное, понятно. И в конце этого я очень хочу еще раз попросить. Изучение Тора не является игрой. Не является игрой в буквы, в цифры, в числа и так далее. Поэтому я очень прошу, и рекомендую, и очень прошу всем, кто серьезно относится к Торе, не заниматься никакими подсчетами, гематриями, не делать никаких выводов. У нас много этого, у комментаторов Торы, пожалуйста, там очень много всякого есть. У них берите, этим пользуйтесь. Почему не надо самому? Раз запрещено считать, не запрещено. Сколько будет 5 плюс 8? 13. Сколько будет 13 плюс 7? 20. Это не запрещено. Но когда ты делаешь выводы, берешь 20, это одно слово, допустим, 20, это другое, значит, между ними есть связь, и начинаешь строить на этом, может прийти к колоссальным ошибкам. Поэтому я очень хочу предотвратить это. И так же вот эту единицу, добавим единицу, начнем сравнивать там это с этим, придем к плохим результатам. Ну вот постарался ответить на ваш вопрос, и даже помог тем, что предупредил, какие ошибки не надо в этом деле делать. Всего доброго, до свидания.